здравствуйте мои подписчики и гости канала это восьмое видео посвященное машинам и аппаратам линий производства плесневых грибов на барде спиртзаводов в этой видео лекции мы рассмотрим устройство принцип работы и расчет установок для пеногашения пена которая образуется в результате выращивания культур плесневых грибов затрудняет процесс и ее необходимо удалять для этого используются пеногасители которые мы рассмотрим далее при перемешивании среды ферментаторе в период развития в нем микроорганизмов во многих случаях происходит образование пены и унос ее из аппарата во избежание этого ферментаторы вводят жидкие пеногасители в количестве 0,8 1 литр на кубометр среды предварительно пеногаситель подвергают тепловой стерилизации чтобы не внести инфекцию в среду установка для пеногашения состоит из приемного бачка куда поступает пеногаситель со склада стерилизатора и сборника дозатора стерилизацию и охлаждение производят в аппарате представленном на слайде пеногаситель из стерилизатора перепускают в сборник дозатор стерилизатора для пеногасителя состоит из следующих узлов и деталей корпуса 1 крышки 2 фланца 3 прокладки 4 патрубков 5 6 7 8 и 10 гильзы для термометра 9 змеевика 11 лапы 12 указателя уровня 13 сборник дозатор для пеногасителя состоит из следующих узлов и деталей крышки 1 фланца 2 корпуса 3 днище 4 стойки 5 патрубков 6 8 9 плиты 7 указательного стекла 10 вентиля 11 примерный расчет установки для пеногашения при выращивании культура плесневых грибов в работе одновременно находятся два ферментатора с полезным объемом каждый по 25 кубометров удельный расход пеногасителя бы малая 1 литр на кубометр час пеногасители кашалотовое масло с параметрами плотность масла 910 килограмм на кубометр удельная теплоемкость 2,1 килоджоуля на килограмм кельвина начальная температура масла тм штрих 15 градусов цельсия пеногасители приготовляют один раз в сутки расчет объема дозатора часовой расход масла на пеногашение при одновременной работе двух ферментаторов рассчитывают по формуле представленной на слайде суточный расход пеногасителя и полный объем дозатора для пеногасителя рассчитывают по формулам представленным на слайде расчет стерилизатора для стерилизации пеногасителя принимаем стандартный стальной аппарат объемом 63 литра со змеевиком внутренний диаметр стерилизатора 400 миллиметров а высота 670 миллиметров днище сферическая крышка съемная стерилизация масла осуществляется путем его нагревания от 15 до 130 градусов цельсия паром под давлением 3 атмосферы через змеевик из трубок диаметром внутренний диаметр 21 миллиметр внешний диаметр 25 миллиметров радиус змеевика 125 миллиметров количество тепла затрачиваемое на стерилизацию суточные потребности пеногасителя масла расход пара на стерилизацию масла и объемный расход пара на стерилизацию рассчитывается по формулам представленным на слайде поверхность нагрева змеевика количество тепла передаваемого масла от стенки змеевика и средне логарифмическую разность температур рассчитываем по формулам представленным на слайде а на этом слайде представлен расчет коэффициента теплопередачи k от пара к маслу на этом слайде представлен расчет коэффициента теплоотдачи альфа-1 от конденсирующегося пара к стенке стального змеевика расчет коэффициента теплоотдачи альфа-2 от стенки змеевика к маслу проводим по формуле представленной на слайде переменные зависящие от значения числа рейнольдса c и n принимаем по таблице чтобы выяснить чему равны значения постоянных c и n рассчитаем критерий рейнольдса по формуле представленной на слайде и критерий прантля рассчитывается по формуле представленной на слайде критерий прантля рассчитываем для масла при температуре 72 с половиной градуса цельсия простерилизованное масло охлаждают подавая в змеевики холодную воду в течение 30 минут в самом стерилизаторе до 35 градусов цельсия количество тепла отводимого водой с учетом 2 процентов потери на теплоизлучение рассчитывают по формуле представленной на слайде расход воды на охлаждение масла дубль в рассчитывают по формуле представленной на слайде значение коэффициента теплоотдачи от масла к стенке змеевика критерии фрейнольдса и прантля для масла при его охлаждении будут те же что и при нагревании так как определяются по одним и тем же формулам и можно пренебречь разницей значениях физических констант масла при нагревании от 15 до 130 градусов цельсия и при охлаждении от 130 до 35 градусов цельсия определим значение рейнольдса при движении охлаждающей воды в змеевике по формуле представленной на слайде поскольку критерии рейнольдса лежит в диапазоне от двух тысяч трехсот до десяти тысяч следовательно режим движения воды в змеевике переходный скорость движения воды в змеевике рассчитаем по формуле представленной на слайде коэффициенты теплоотдачи от стенки змеевика к охлаждающей воды для переходного режима движения определим из выражения критерия нусальта при этом критерий прантля охлаждающей воды при средней температуре 20 градусов будет рассчитываться по формуле представленной на слайде средняя температура охлаждаемого масла 82 с половиной градуса при этом принимаем среднюю температуру стенки змеевика со стороны масла т стенки 2 штриха 75 градусов цельсия температуру стенки змеевика со стороны охлаждающей воды т стенки штрих определим из выражения теплопроводности для плоской стенки так как отношение наружного и внутреннего диаметра трубопровода меньше двух при этих условиях кривизна стенки оказывает незначительное влияние на тепловой поток и им можно пренебречь удельный тепловой поток через стенку змеевика рассчитаем по формуле представленной на слайде так как удельный тепловой поток также можно рассчитать исходя из разности температур то температура стенки со стороны воды температура стенки штрих будет рассчитана по формуле представленной на слайде а значение критерия прант для для воды и со стороны температуры стенки т стенки штрих равное семьдесят четыре целых две десятых градуса цельсия будет равен две целых тридцать восемь сотых при температуре семьдесят четыре целых две десятых градуса определим параметры воды вязкость теплопроводность и коэффициент теплопроводности из полученного значения критерия нуссельта определим коэффициент теплоотдачи от стенки к охлаждающей воде поправочный коэффициент учитывающий влияние кривизны трубы по которой протекает охлаждающая вода рассчитаем по формуле представленной на слайде с учетом указанной поправки коэффициент теплоотдачи альфа-2 штрих будет равен две тысячи семьсот шестнадцать ватт на квадратный метр кельвин коэффициент теплопередачи от масла к охлаждающей воде к малая шестьдесят три целых три десятых ватта на метр квадратик кельвин средняя логарифмическая разность температур дельта-т средняя пятьдесят один градус цельсия потребная поверхность для охлаждения пеногасителя в течение 30 минут f охлаждения штрих рассчитаем по формуле представленной на слайде следовательно принятая поверхности змеевика по расчету на нагревание масла fn 1 целая девяносто три сотых квадратных метров обеспечит охлаждение его в течение 30 минут а вы посмотрели видео лекцию посвященную установкам для пеногашения другие лекции посвященные машину и аппаратом линий производства плесневых грибов на барде спиртовых заводов а вы можете посмотреть перейдя по ссылкам в конечных заставках нажав вот либо на эту плашку либо на эту плашку или по ссылкам в описании благодарю вас за внимание желаю вам всяческих успехов и до новых встреч